Девушки отдыхают Подустала, да? Я подустала еще в первую неделю Когда это все началось Я уже к 14 июля была уставшая Да, прогнозы обещают Что буквально через неделю У нас это резко все обрубится И столбик термометра чуть ли не ниже Плюс 10 опустится Ну вот, кстати, там Если 8 градусов, ты говорил Да, плюс 8 градусов Что-то у нас 5 суток 8 градусов И можно начинать отопительный сезон И вот такое ощущение, что у нас после резкого похолодания Сразу придется включать отопление После долгих-долгих недель жары Ну вообще, ты знаешь, Даша Я считаю, что жизнь наша в Кирове циклична Мы же периодически Вернее, не периодически, а ежегодно На одни и те же проблемы жалуемся То нам жарко, то нам холодно ЖКХ, дороги, отсутствие горячей воды Зимой плохая уборка тротуаров И проезжие части от снега И с года в год это все у нас повторяется Я тебе, знаешь, забавную историю расскажу По поводу цикличности Только она должна быть недолгая Недолгая, она связана как раз с опрессовкой Предстоящей, прошедшей была И в каком-то году я писала новости Еще работала на новостях И думаю, так, по-моему, это тоже самое Что-то было примерно в прошлом году Открыла прошлогоднюю новость Думаю, вау, как прекрасно Слово в слово Я просто поменяла цифры И выпустила эту же самую новость Ну, просто цифры сменила Ну, вот видишь, тот случай, когда С учетом года Тот случай, когда эта цикличность Она облегчает, да, твое существование Не надо выдумывать Ну, это когда проблемы действительно Вот они не меняются Что-то берешь, что было раньше И выдаешь это Актуализируешь каким-то образом И получается вполне себе Приличная новость Ну, а еще, как известно У нас в городе периодически Раздаются предложения А давайте что-нибудь переименуем Но, слава богу, это не каждый год Приключается Потому что, ну, очень уж стрессово, наверное Наверное, было Ну, кстати, я бы поспорила Мне кажется, если поднять Так вот информационное поле То, может быть, и выяснится Что практически и каждый год Хорошо, да? В отношении разных объектов, возможно Да Хорошо, давайте конкретикам 19 августа, то есть неделю назад В группе ВКонтакте Первомайского теруправления Появилась следующая запись 4 августа этого года Состоялось заседание Совета по топонимии Муниципального образования Город Киров На котором выступил Министр культуры нашего региона Дворцов Данил Львович Выступил он с вопросом Переименования улицы Горбачева В улицу имени Альберта Анатольевича Лиханова Ниже под этим постом Опубликован опрос В котором приняли участие На данный момент Почти 5000 человек Это очень-очень немаленький показатель Потому что сравнивая с Похожим опросом Который был опубликован По вопросу появления проспекта Липатникова Ну об этом мы чуть позже поговорим Там поучаствовали Менее тысячи человек Тут в 4-5 раза больше Достаточно, да Репрезентативно получается И я за этим опросом Наблюдаю Прямо вот с начала его публикации И ежедневно Количество голосов подрастает На первых этапах Там лидировал ответ Против переименования Улицы Горбачева В улицу Лиханова А на данный момент Прошу это зафиксировать Лидирует вариант ответа За переименование Конкретный расклад По голосам Следующий 52% за то Чтобы переименовать Горбачева в Лиханова 41% против И почти 7% воздержались Не знаю Заходить В этот опрос И нажать кнопочку Воздержался Ну как-то не знаю Нет, я голосовала против А, ты против голосовал Но я тоже голосовал против Кстати говоря Еще на прошлой неделе Вот если суммировать Вот те, кто воздержался Их можно и туда Ведь и туда Привысокупить Вроде как они не определились Если прибавить К проценту К значению Проголосовавших против То у нас получится Примерно 50 на 50 Ну знаешь, я тебе скажу Я сейчас зашла тоже В этот опрос И с того момента Как голосовала я Перевес Изменилось Прям очень сильно изменился Когда я голосовал Тоже был перевес На стороне Тех, кто голосует против И против, кстати Я голосовал не потому Что их большинство А потому что Я так считаю Я уверен, что ты тоже Так считаешь Да, то есть Какое-то обоснование Есть, почему против Ну конечно Вот об этом мы сегодня В программе И хотим поговорить Ну Кто такой Альберт Анатольевич Лиханов Я думаю Излишне Тут не надо ничего Много говорить Да, известный Наш земляк Писатель Журналист Основатель И многолетний Руководитель Российского Детского фонда В том числе Благотворительного отделения Которого есть В том числе И в нашем городе Мы прекрасно знаем Чем оно занимается И много добрых Таких первоочередных дел Происходит в отношении Подрастающего поколения Семей Кто такой Горбачев Я думаю Если спросить Простых жителей Нашего города То Немало Не большинство Скажу Но немало Наверное Будет голосов За то Что это Первый и последний Президент Советского Союза Михаил Сергеевич Горбачев Ну я кстати Когда переехала в Киров Я примерно так и думала Так себе и представлял Ну Вот Историческое образование Она дает Все-таки Вот этот позыв Все-таки Просветить До всех Нет Улица Горбачева Имеется ввиду Василий Александрович Горбачев Известный Революционер Уроженец Кстати Московской губернии Вот как ты думаешь Как он оказался На Вятке В свое время Мне В конце 19 века Он был сослан К нам Причем сослан Был на юг Как все люди попадали На юг губернии В Малмыш Когда срок ссылки У него закончился Ему не разрешили Вернуться обратно В центральные регионы И поэтому он остался Здесь В Вятке Занялся революционным движением Проводил Всевозможные встречи Агитации Вот эта вся работа Ну и Впоследствии Спустя кстати Много лет После его смерти Погиб он В 1906 году В 1923 году Как раз и было Принято решение Назвать улицу Именно в честь него И так получилась Улица Горбачева А до этого Она называлась Монастырская набережная Ну и На секундочку То есть это практически Сто лет прошло Да Сто лет В следующем году Будет сто лет Кстати Мне кажется Вполне себе Можно уже Называть Это историческим Прямо названием Вполне себе Да Да Как и монастырскую набережную Которая Была до этого Ну Надо сказать Что улица Горбачева Она имеет Такое интересное Географическое положение У нас ведь Да У нас как Город построен Улицы расположены Перпендикулярно Друг к другу Параллельно Перпендикулярно А вот улица Горбачева Она по диагонали Идет От ботанического сада В сторону реки Вятки До улицы Пристонской Ну это Обусловлено Географическим местоположением То есть Раздерихинский овраг Он именно Не под прямым углом У нас врезается в Вятку Да Что ты хочешь добавить? Нет Я просто К названию Монастырская набережная В комментариях Тоже был интересный момент Кто-то спрашивал Почему бы Не вернуть название Монастырская набережная И люди в комментариях Отметили Потому что Там теперь нет берега Ну и действительно Видимо там раньше Была какая-то речка Это было как-то Обозначено И было обосновано Ну то есть Вряд ли бы На сухом месте Улицу назвали набережной В ближайшие минуты Мы хотим обсудить Тему переименования Именно вот эту Тему с Различными специалистами И экспертами Сейчас будем набирать Первого Из них Ну не знаю Успеем ли поговорить На эту тему С вами Слушатели Но на всякий случай Озвучу номер Прямого эфира Это прямой эфир 211-101 Предложено Еще раз повторюсь Предложено Улицу Горбачева Переименовать В улицу Имени Альберта Лиханова И вот тот самый опрос О котором мы говорили Несколько минут назад В группе ВКонтакте Управление Территориального По Первомайскому району Будет проводиться До 12 сентября Время еще есть Проголосовать Вот интересно Как будут использоваться Результаты этого опроса Мы сейчас хотим поговорить Об этом Со специалистом Ну хотелось бы Чтобы действительно Было мнение учтено Жителей горожан Жителей города вернее И кстати я не согласен С тем что Чиновники обращаются Только лишь К жителям Первомайского района Уважаемые жители Первомайского района Тут написано Ну я вот живу Не в Первомайском районе Но нам тоже интересно Мы тоже Зашли и Проголосовали Ну последнее Такое большое переименование Все мы помним Ведь когда было Оно было ровно 10 лет назад В 2012 году Когда четырем улицам У нас возвращали Их исторические названия Казанская у нас появилась Преображенская Пятницкая Пятницкая И Спасская До этого Последнее большое переименование Если не ошибаюсь Было в 2008 году Тогда Кирпичную Переименовали В Роман Да Романа Ярдякова Что ждет нас На сей раз Давайте говорить На эту тему И на связи у нас сейчас Михаил Кирилловых Заведующий отделом По связям с общественностью И работе с информацией Аппарата главы города Кирова И Кировской городской думы Михаил добрый день Мы в прямом эфире Ага Добрый день Да добрый день Говорим на тему Возможного Да Пока подчеркиваем Переименование Улицы Горбачева В улицу Имени Альберта Лиханова Давайте Давайте обрисуем С чего собственно Все началось Кто вышел с инициативой Процедурные Да Процедурные вопросы Хотим обсудить Вот этот опрос Который сейчас проводится Как он будет влиять На принятие решения То есть будет ли совет Его принимать в расчет Давайте начнем с того Что я объясню вообще процедуру Как происходит переименование Улицы Давайте Из одного названия В другое название Первоначальностью Должна существовать Какая-то инициативная группа Либо инициативный гражданин Который Совет Подпонимии Города Кирова Вносит предложение О переименовании Ну и присвоении Имени того-то Такого-то Какого-то Определенного объекта Либо улицы В нашем случае Мы не говорим про улицу То соответственно Про улицу Так Кто был инициатором Да Я не готов сказать Кто был инициатором Честно говоря В данном случае Мы сейчас Не про это разговариваем Мы разговариваем Про то Что вообще Как происходит Вот Совет Подпонимии Сам Совет Подпонимии Принимает решение Уже О чем О том Чтобы провести Опрос Жителей И Этим занимается Территориальное управление Администрации То есть Они занимаются Опросом В первую очередь Либо это По квартирный обход Либо это Опрос в интернете Какой-то угодно Ну конечно же Самое главное Это спросить Жителей Самой той улицы Которую нужно Переименовать То есть Это самое главное Их минимум В первую очередь Учитывать Ну Я считаю так Правильно И после этого Уже Результаты Опроса Попадают Обратно Совет Подпонимии Который Принимает Решение О том Чтобы вынести Данный вопрос На коллегии Администрации Коллегии Администрации Также Принимают Решение О том Чтобы вынести Это на Комиссию Кировской Городской Думы По Эти местного Самоуправления И если На совете Думы Принимают Решение Вынести На Уже Самое Заседание Там Конкретно Вопрос о переименовании Рассматривается И В случае Положительного Решения Происходит Переименование То есть Депутаты Проголосуют То тогда Все Ответ Депутаты Голосуют И видимо Соответствующая Процедура Тоже еще Запускается Потому что Это не одномоментно Делается Ну Естественно После того Как будет Получено Добро На переименование Соответственно Депутатов То есть Тех Кто представляет Население То после этого Уже запускается Естественно Сама процедура Переименования Она уже Более сложная Но я думаю В ней управляться Мы сейчас Не будем Я правильно понял Что вот Тот опрос Который размещен В паблике Теоруправления Первомайского Это не единственный Метод изучения Мнения горожан Нет Не единственный Но в том числе Он будет Будет проводиться Поквартирный Обход Населения Какой-то опрос Дополнительный В интернете То есть На сайте Мы размещали По-моему Информацию То есть Не является Основным Как бы Ограничением Но тем не менее Не существует Какого-то Определенного Ограничения Что нужно Проводить Опрос Либо так Либо так Но желательно Наверное Логично Задействовать Несколько путей Не все же Заходят В паблик В сообщество Социальные сети Кому-то проголосовать Проще на улице Кому-то дома Давайте будем честны Что социальные сети Все-таки Уже прочно Вошли В нашу жизнь И Отрицать их Бессмысленно Но Естественно Не все Не все Поэтому По квартире На вход Весь город Обойти на невозможно Сами понимаете Поэтому Здесь конечно же В первую очередь Будет учитываться Именно мнение Жителей Этой улицы Михаил Смотрите Процедурный Еще момент В случае Принятия Положительного Решения Окончательно Когда городская Если городская дума Это сделает Сколько времени Займут Все вот эти процедуры Я не готов Сказать Все по-разному Давай Очень многих факторов Зависит Это уже механическая Процедура Она Ну понятно Просто Вот со Слободой Господи Дай бог памяти Зоновой По-моему Зиновой Нет Зоновой Зоновой Была Слобода Потом После того Как они были Включены В границы Муниципалитета Слободы Потеряли свой Статус Как административные Единицы И они были Переименованы Там В улица Слобода Такая-то И Насколько я знаю Многие люди Даже не знали О том Что у них Меняется название Да Ну то есть Она поменялась Конечно не так У нас Горбачева Налиханова Но в смысле Что вот Изменилось название Самой территориальной Вот этой вот Единицы И люди были Даже не в курсе Это к вопросу О замене Паспортов И прочего То что обычно Чем страшают При переименованиях Давайте будем честны Замены паспортов В этом случае Никакой не нужно Саморазумящийся факт Который Думаю Понятен и так А Все зависит На самом деле От Процедуры Не то что Процедуры А каждый случай Уникален Нельзя говорить Что вот Вот тогда-то Прошло быстро Тогда-то медленно И вот будет В этот раз Тоже так же быстро Каждый раз Все по-разному Происходит Количество Очень много Факторов Количество домов И количество Жителей И все Говорить Что все там Жители были Не в курсе То я считаю Это неправильно Потому что Кого-то И все-таки Опрашивают Логично Может быть Там конечно Два-три Человека Пять человек Десять человек Может 50 Были не в курсе Безусловно Нет Я не к тому Михаил Что были не в курсе Я к тому Что в принципе Эта процедура Настолько безболезненна Для жителей улицы Проходит Что многие Даже не знают Что они вдруг Стали жить на улице Которая поменяла То есть отсутствие Информационной подготовки Информированности Ну вот нет Это не к этому Было К тому Что все эти процедуры Хоть и сложные Но непосредственно На жителей улицы Они не влияют То есть они несут Каких-то там Дополнительных затрат Бюрократических Проволочек Или еще чего То есть документы Не надо менять Все возможные Нет документы Менять не нужно Не обязательно Это видео То есть вы представляете Там ленинградское время Переименовали в Санкт-Петербург Вы думаете Все 5 миллионов человек Пошли к паспортам И Сверловске в Екатеринбург Скажите Вот на наш взгляд Большое внимание Собственно Вызвал этот вопрос Возможного переименования Судя даже По количеству Проголосовавших людей А это почти 5000 человек Вы ощущаете Что к теме Действительно приковано Такое внимание Пристальное С точки зрения информации Я как руководитель Пресс-службы Да Я конечно вижу Что это достаточно Такая тема Которая в городе Сейчас В информационном поле Занимает Какое-то Существенное место Действительно На сегодняшний момент То есть Ну Людей это интересует Безусловно Потому что Есть некоторая Такая Отреченность Уже Хорошо Спасибо большое За комментарии Михаил Кириллов Был с нами на связи Заведующий отделом По связям с общественностью И работе с информацией Аппарата главы города Кирова И Кировской городской думы Ждем нашего следующего Эксперта По телефону Вот кстати По поводу Предыдущих Четырех улиц Которые Спаска Десять лет назад Были Возвращены Как это принято Говорить Исторические названия Вот тот процесс Для меня прошел Вообще максимально Безболезненно То есть Может мы просто Моложе были Беспечней Или ты жила На одной из переименованных Улиц Нет я не жила Ни на одной из переименованных Улиц Переименованных улиц Ну то есть Спаску в принципе Я всегда называла Спаской Чтобы не путать Дрилевского И Дериндяева Преображенская Потому что Дрилевского И Дериндяева Как-то не созвучны Да и плюс они же рядом Да чисто Ну вот перекресток Дрилевского и Дериндяева Звучат очень похожи Поэтому постоянно возникала Какая-то путаница Преображенская Просто название Красивое А единственная проблема Были знаешь С какой Со Степана Халтурина Потому что У меня там жили друзья И они называли ее Степашкой И соответственно Вот эта Степашка Вошла в обиход И вот с Пятницкой Было немного сложновато А с остальным Вообще никаких проблем Не было Ну я думаю Что многие жители города В первую очередь В возрасте Они по-прежнему Используют Те названия Которые были Остались Вернее еще С советского Времени Ну и да Альберт Лиханов Мы не упомянули Но если вы Не в курсе То буквально Совсем недавно Альберт Анатольевич Ушел из жизни В возрасте 86 лет Случилось это В конце декабря 2021 года И как тогда писали От последствий Коронавируса Он Он Скончался Вот собственно Чем наверное Еще и обосновано Так вот Появление Возможные Улицы Названные в честь него То что человек С таким большим именем С таким большим багажом Должен быть Увеканевичен В названии Одной из улиц Ну и вот эта информация Я кстати Мельком она где-то была Проходила Почему именно Улица Горбачева Потому что Родившись И проведя Первые годы жизни В нашем городе Альберт Анатольевич Жил как раз таки В одном из домов На улице Горбачева Если не ошибаюсь Да Да Я тоже Об этом читала Но Я не знаю Насколько Вообще этот Аргумент Можно использовать Да Ведь наверняка Не только он Жил на улице Горбачева То есть Получается что Любой потомок Сколь бы то ни было Видной персоны На любой из улиц Города Может это использовать Как аргумент Для переименования Улицы И все таки Не знаю Да Время было Тяжелое Да Когда Жил и учился Альберт Анатольевич В нашем городе Время было военное Великое отечественное Да Понятно что Приходилось Столкнуться С многими Лишениями Может быть Это сейчас Имеет какой-то Смысл Еще В том Чтобы Назвать улицу В честь него Давайте еще С одним Специалистом Пообщаемся У нас На связи Депутат Кировской Городской думы Алексей Вотинцев Алексей Добрый день Добрый день Да Вы участвовали В опросе За Против Переименования Улицы Горбачева В улицу Лиханова Вы какой Точке зрения К сожалению я не участвовал в опросе Я являюсь членом комиссии Как раз по Топонимии И этот вопрос выносился Но к сожалению я не участвовал в этом заседании Был в командировке Но я в курсе всех вопросов Ну хорошо Да сейчас можете обозначить свою позицию За вы или Против Я конечно же против Почему Прежде всего потому что мы принципиально против Переименования Любых исторических названий Какие идут Сейчас Потому что нам необходимо Во-первых сохранять свою историю Во-вторых Экономить деньги людей Потому что так или иначе Это все лишние затраты На все эти переименования И все возможные такие вещи Самое главное Что против этого Сам детский фонд Который Как раз И Ну Возглавлял в свое время Альберт Лиханов А вам простите Откуда известно позиции Детского фонда Ну вот как раз известно Потому что Мне рассказали Как раз руководители Которые общались С ними По этому поводу А мы имеем ввиду В масштабах страны Российский детский фонд Или Кировское все-таки отделение Именно Кировское Именно Кировское отделение Потому что он здесь Да Он здесь и курировал Он был здесь И как бы Он наш земляк Поэтому Близкие отношения Именно здесь Кировским отделением Детского фонда Поэтому вот такие позиции Ага Возможно известно вам Почему они против То есть у них какая аргументация Ну тут конечно лучше бы С ними пообщаться непосредственно Но пока у нас такой возможности нет Да может быть Ну прежде всего Потому что они тоже понимают Что борьба с историей Невозможна вот такими методами И я не знаю Это или пиар Представлял Потому что на комиссии Подтопонимей Сами миниции культуры Кировской области Пиар Это я не знаю Это или позиция губернатора И давление губернатора Со стороны губернатора Но эти позиции Я считаю Что неправильные Так же как отношение В свое время было губернатора С наскоком Никита Белых Когда приехал в нашу гору Поднял этот вопрос Он не актуален Для жителей города Кирова Он больше актуален Для людей посторонних Людей которые в городе не живут А знают Не по наслышке только О каких-то отношениях О исторических мифах Мифологиях И все остальное Поэтому я считаю Что это вещь принципиальная И мы недаром Этот вопрос включили В свою предвыборную программу Поэтому Алексей смотрите Если возвращаться К вопросу Историчности Да Назовем так Вот на ваш взгляд Историческим Название По истечении Какого времени Может считаться Ну как времени Когда оно устоялось Когда уже не одно поколение Людей выросло На этих 20-30-50 лет Это уже устоявшееся Название Которое Людям Ну сами понимаете Даже ориентиры Вот я до сих пор Например Те улицы Которые В центре города Переименованы Я не могу У меня каждый раз Переключают Что это улица Энгельса Оказывается Она преображенская Понимаете А люди Которые в возрасте Они совсем До сих пор Не могут Ну как Дезинфицированы Это останется До конца До конца Я вот только Владимиру говорила Что я буквально Не знаю За две недели Привыкла Ко всем новым улицам Да Алексей Ну вы уже Частично Да не то чтобы частично Наверное Уже так Довольно аргументированно Ответили на вопрос Который я еще не задал Я вас хотел спросить Просто Считаете ли вы Своевременным Вообще сейчас Поднимать этот вопрос Но вы уже по этому поводу Многое уже сказали В общем я сделал вывод Что вы считаете Что сейчас Ну мягко говоря Не совсем подходящее время Да Обсуждать этот вопрос Не только не подходящее время А еще и Мы всегда Оставили вопросы Как член комиссии По цепонимии Что надо называть Новые улицы Надо улицы Которые вот именами Притом Как бы Есть определенный Вот было В то время мораторий Что только через 10 лет Улицу называют человеком Но сделали исключение Когда вот умерла Катаева Но к сожалению Этим исключением Начали пользоваться Вот уже такие люди Которые Ну я понимаю Альберт Лиханов Достойный человек Вы понимаете Исключение Это лишь исключительные случаи А Алексей Когда нужно было Назвать переулок Натальи Как раз Катаевой Который Да Ну вы знаете То есть микрорайон ДСК Там был переулок Который Там немного Вообще домов нет Жилых Просто для того Чтобы запечатлеть Хорошего человека Исключение Сделать для нее А сейчас оказывается Исключение распространяется На всех Понимаете Такого тоже быть Недопустимо Не должно Вот поэтому Наверное Исключение быть Не должно Вообще Возможно Что никто не пользовался Тогда создается прецедент Хочется идти по этому пути дальше Смотрите Вот еще Такой момент Минутка До рекламы Минутка Быстренько тогда Как вы считаете Может ли Вот подобная Инициатива Бросить Тень вообще На память Конечно Потому что Видите Это же Начинается Противостояние Одних людей С другими Потом его Уважают Разные люди И люди Православные Как говорится И люди Те которые Ну Неверующие Атеисты Люди которые Просто Советского Менталитета Которые С теплотой Относятся К тем названиям Которых они прожили Родились на улицах Понимаете И мы должны Относиться К своей истории Бережно К любому Любому Вот названию К любому Не знаю Для меня Вот названия Исторические Как и Хлынов Как и Вятка Как и Киров Они родные Все Я не считаю Что город Должен носить Название Какое-то Старое уже От которого В свое время Отказались Он носит Он Как это сказать Когда человека Называют Сначала детским именем Это для ребенка Это допустимо Потом Когда называют Чуть повзрослел Уже имя Немножко Меняется А когда Называют Именем Отчеством Вот сейчас Как у Город Киров Это уже Уважение К городу Вот так же Мы должны Относиться К нашим Названиям В том числе И к улицам Спасибо Алексей Ваша позиция Ясна Все названия Имеют Право На существование Потому что Это прямая связь С нашей историей Ясно Депутат Кировской Городской Думы Алексей Ботинцев Был с нами На связи Нам пора На рекламу Сейчас прерваться После которой Мы вернемся В студию Обсуждаем Мы сегодня Возможно Возможное Переименование Улицы Горбачева В Кирове В улицу Имени Альберта Анатольевича Лиханова Сейчас Интересная мысль В перерыве Возникла На соотделении Российского Детского фонда В Кирове На улице Труда Улица Труда Обезличенное Что такое Труд Это не фамилия Давайте улицу Труда Переименуем В улицу Лиханова Ничего себе Обезличенное Труд Это мозолистый Хлеб Это мозолистый Руки рабочих Да я понимаю Просто знаешь Ассоциации рождаются еще У нас же был Праздник Первого мая Он же сейчас Как называется Он же сейчас Там нету слова Труда Или есть День Весны Труда А нет Есть все-таки Вот видишь Весны и труда Реабилитировали Улицы Труда Ладно Давай пообщаемся С Русланом Мамедовым Общественным культурным деятелем Председателем Общественного культурного совета При администрации Кирова Принадлежала инициатива Вообще Переименовать улицу Горбачева Улицу Лиханова Может вы знаете Подскажете Вы знаете Во-первых Уважаемые радиослушатели Уважаемые мои друзья Еще раз вам добрый день Вот доподлинно Скажем так Кому принадлежала эта инициатива Наверное Я не могу сказать Кто ее первый проговорил Но я знаю Что официальная версия Пронадлежит нашему министру культуры Данилу Львовичу Дворцову И вот мы буквально С ним встречались Минут 20 назад Проговаривали эту историю Он говорил о том Что в том числе еще и Первомайское территориальное управление Им принадлежит инициатива голосования Но так или иначе Вы знаете Скорее всего Эта идея Она в воздухе повисла В любом случае Она была очень Ну понятно Она была И предсказуема После того Как на земляк ушел из жизни И на территории его Родины Все равно каким-то образом Нужно Помять его вековечить Я думаю Тут наверное Ни у кого не возникает сомнений Ну сомнений Сгенерировалось И вот сейчас эта тема Например вот она есть на повестке дня Ну смотрите подход есть Например проспект Липатникова Вятская торгово-промышленная палата Вышла с этой инициативой Но она изначально Придерживалась позиции Мы не хотим создавать Такой резонанс в городе И мы не будем претендовать на то Чтобы назвать Увековечить вернее Имя Николая Михайловича Липатникова В названии существующей улицы Мы будем брать новые улицы И будем собственно Ее наименовать Вот такой вариант В случае с Лихановым Он не подходит что ли? Вы знаете я не знаю точно Но я могу вам сказать Что переименование улиц Это не такая какая-то Большая новость В мире Переименовывают Вот наши Скажем Оппоненты Будем говорить Так сказать На Украине Переименовывают Но только в какие-то Мерзости С нашей точки зрения Меняют В Европе Название имена И вообще на самом деле Это неплохо Когда город Увековечивает имя Своего великого классика Я очень любил Николая Михайловича Липатникова Давайте скажем Это дитя времени Он сыграл роль На определенном отрезке Времени Так сказать С точки зрения истории Признан мировой классик Внимание Мировой классик Последний Детский писатель Альберт Анатольевич Лиханов Нам городу Не очень много есть Чем гордиться Поверьте мне Он описывал В своем цикле Русские мальчики В Мой генерал Именно те улицы Которым бегал Тут еще да Алик Лиханов Послевоенный парень Вот И возможно Может быть Эта идея Как раз родилась У семьи У фонда Детского фонда Который сегодня Возглавляет Дмитрий Альбертович Лиханов И мне кажется Она достаточно логична Смотрите внимательно Дальше что делать С этими улицами Если это улица Была в каких-то Там чистых прудах Или в озерках Но это как бы Было странно Тут ведь задача Стоит не просто Назвать Ну Тут задача Стоит не просто Назвать улицу Понимаете Тут важно Создать территорию Лиханова Дело в том Что вот в этом Пучке Я называю Культурном пучке Будет целая Туристический маршрут По стопам Альберта Лиханова Это школа Которая здесь Недалеко находится 16-я Представляете Да Это улица Это дом-музей На котором В котором он жил И будет жить Семья приняла решение Открыть дом-музей Для общего посещения Это уникальное место Совершенно Рядом уходит Парк Аполло Это наследие культурное Альберта Анатольевича Лиханова Где в свою очередь Будет и Аллея Лиханова Возможно мы будем Говорить о том Что где-то будет бюст Альберта Анатольевича Лиханова Все это будет в шаговой доступности Руслан Я прошу прощения Очень мало у нас времени Остается Смотрите такой момент Да То есть понятно Что За Альбертом Лихановым Тянется там Своя история Но за человеком Именем которого Эта улица уже названа У него тоже есть Определенная история Он там сыграл Определенную роль В исторических событиях Нашего города А если через Например 20-30 лет Появится человек Которого посчитают Более достойным Чем Альберт Лиханов И предложат уже Переименовать Улицу Лиханова Ну то есть Этот процесс Он Бесконечен Может быть Я думаю Что вряд ли Больше Понимаете Плодородного слоя Нет И из ничего Ничего Поймите Не рождается Подумайте Из чего Из какого Плодородного слоя Родился комиссар Горбачев И что он делал Ну просто Представьте себе Культурологически Образованные люди Как тогда Назывались эти Как тогда Наименование Принимались На партсобрании Ячейки Пламенный Борец революции Который там Застрелился Да Пришли люди И сказали Давайте назовем Потому что Монастырская набережная Я категорически Против того Чтобы мы сейчас Судили этих людей Вы да Но это мое личное мнение Вы мне позвольте Ну это мое Это мое личное мнение Мы не можем Судить Как они Как они проводились И так далее Я тоже учитель Истории по образованию Ну и что Да Вот Ну и значит На сегодняшний день Я думаю Что Альберт Анатольевич Лиханов И его Персона Я думаю Что она на сегодняшний день Пока является доминантой Если через 20 или 30 лет Наша Россия Явит нового героя Я думаю Что другие потомки Разберутся Спасибо Спасибо Руслан Мамедов Был с нами на связи Общественный культурный деятель Представитель Общественного культурного совета При администрации Нашего города Пару-тройка минут У нас остается До конца передачи Ну что Как мы поступаем Я не знаю Я просто хотела Да Тоже посоветоваться Либо мы послушаем Андрея Усенко По поводу Проспекта Липатникова Либо мы наберем Возможно Ксению Логинова Я склоняюсь к тому Что мы Ксению Логинова Набрали сейчас Уже с этой темой Тогда и закончу Да Еще Еще Такого Видного Культурного Так скажем Деятеля В рамках Кирова Вот Ну Не знаю Спорный вообще момент У меня даже знаешь Больше вопросов Я уже Алексею Вотинцеву Этот вопрос задавала Так как этот момент Он все равно Спорный как ни крути Вот вопрос Любого переименования Каким бы гениальным Каким бы прекрасным Чудесным не был человек Когда ты пытаешься Переименовать что-то Что существует Сто лет Во что-то новое Это всегда Конфликт интересов Насколько Логично сейчас Вот Полоскать память человека Да В этом конфликте Вот Для меня это вопрос Ну для меня странно Еще сравнивать заслуги Ну Да Вот это Кто больше заслужил Новые улицы Город разрастается Новые улицы Почему бы не назвать Улицу новую Именем человека По крайней мере Ты будешь жить На этой улице В новых микрорайонах Живет огромное количество людей В отличие кстати От улицы Горбачева Которая А. Малоэтажная Б. Не такая Густонаселенная Да Как условно говоря Там улица в чистых прудах Согласен С точки зрения Какого-то Какой-то образованности Да мне кажется Гораздо больше Выхлопа будет Простите за слово Если на Улицу так назвать В новом районе Люди подтянутся Будут узнавать Да Ну вот собственно Это вот Это та самая Аргументация Которую мы вкладывали Когда голосовали Против того чтобы Улицу Горбачева Переименовать В улицу Лиханова Ну пожалуйста Называйте Лихановым Новый объект Да Географический Новую улицу В новом микрорайоне города Есть у нас уже Такие ведь Случаи Пожалуйста Открыты для этого Не знаю Мне вот Почему-то кажется Что в ближайшее время Поскольку голосование Еще до 12 сентября Продолжается Мне кажется Что будут какие-то Коллективные протесты Еще в администрацию Возможно поступать Жалобы По вопросу переименования Или наоборот Коллективная поддержка Будет какая-то Письма будут Поддержки писаться Ну в общем-то И Ксению я так понимаю Мы не успеваем набрать Уже выгоняют нас Из эфира Хорошо Вот такая тема Я думаю что будем возвращаться Будут еще окончательные Итоги этого опроса До 12 сентября Он проводится Напоминаю И есть вероятность Что мы еще вернемся К обсуждению К обсуждению этой темы На сегодня программа завершена Всего доброго До свидания